Прямо сейчас отправимся на сольник Григория Лепса. Он, кстати, никого цветами не хлистал, зато исполнил всеми любимые хиты и давал автографы только детям. Подробнее расскажет наш корреспондент Станислав Черный. Два сольника за одну неделю и на большой сцене в Грокус Сити Холла снова в золдаун. Не в зале, не на балконе нет ни одного свободного места. В чем же феномен такой популярности Григория Лепса и почему некоторые зрители приходят на концерт дважды? А некоторые фанаты еще и путешествуют вместе со своим кумиром. Я второй раз на концерте. Первый раз я была вообще первый раз в жизни на концерте Григория в сентябре в Сочи. И все. И зацепила. Двухчасовая обычная программа была перевыполнена с лихвой. Кумира пять раз звали на бис. Он поет просто с душой и тебя просто пробирает до мурашек. Поэтому я его безумно люблю. И он идет в ногу со временем. То есть у него сейчас, на данный момент, очень классные новые треки, которые, я считаю, очень даже для молодежи нам интересны. Молодежи интересны не только новые треки, но и кое-что, ставшее уже культовым. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива, свои восемнадцать. А вот зрители более старшего поколения сравнивают Григория Викторовича с другой легендой. Ну, потрясающий голос, конечно же. И мужская, чисто мужская харизма. Вот как вот у Владимира Высоцкого. Помимо бестселлеров, рвущих чарты, мастодон сцены исполнил и экспериментальную композицию, которую, как сам признается, выучил буквально перед концертом. Я оставлю на совмести твоей все обиды, и столбиться в роли. Я оставлю на совмести твоей все обиды, и столбиться в роли. До новогодних корпоративов еще далеко, а расписание уже такое плотное, что не хватает времени не только пообщаться со зрителями, но и дать автограф. Впрочем, и тут не обошлось без приятных исключений. Автографы на концерте только детям. По традиции, концертное шоу завершилось бессмертным счастливым хитом. Я счастливый, как никто. Я счастливый, я я сто. Я счастливый, я люблю. Станислав Черный, Валерий Прокопенко, ПРО Новости.